Люберецкое отделение партии «Единая Россия» провело второй этап 27-й конференции. Первый состоялся в конце июля и был посвящен предстоящим выборам Совета депутатов. В повестке второго – итоги избирательной кампании. Также Люберецкие единороссы определили кандидата на должность председателя Совета депутатов второго созыва. Подробности далее. Модератор конференции – председатель местного отделения партии «Единая Россия» Владимир Ружицкий. Он сообщил, что зарегистрировано 119 делегатов. Кворум для принятия решений имеется. Полномочия счетной и мандатной комиссии подтверждены. Основной вопрос – итоги выборов в Совет депутатов. Владимир Ружицкий отметил, что в зале много кандидатов и депутатов из числа победителей. Поэтому о предвыборной кампании проинформировал кратко, в цифрах. От «Единой России» работало 372 агитатора. Во дворах провели 822 встречи. Охватили порядка 33 тысяч люберчан. Собрали 1607 наказов. 776 из них уже выполнены. В день выборов работало 71 место для голосования. Явка составила 22%. Проголосовали более 57 тысяч люберчан. Ну, результаты выборов вы все знаете. Я еще раз могу только озвучить, что места в Совете депутатов распределились следующим образом. 26 представителей партии «Единая Россия», 1 КПРФ, 1 ЛДПР и 1 депутат от «Справедливой России». Три человека – это самовыдвиженцы. Второй вопрос повестки – утверждение кандидатуры от партии на должность председателя Совета депутатов второго созыва. С порядком тайного голосования коллег познакомила секретарь первичного отделения «Единой России» в поселке Тамилино Мария Комель. Кандидатуры, включенные в бюллетень, располагаются в нем в алфавитном порядке. Справа от фамилии кандидатов расположены пустые квадраты. При голосовании за кандидатов расставляется любой знак. В бюллетене две фамилии – депутат Совета депутатов Дмитрий Локтионов и секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Владимир Ружицкий. Кандидатуры, предложенные для голосования, однопартийцы одобрили единогласно. Решение принято. Спасибо. Является перерыв для проведения тайного голосования. Счетная комиссия подсчитала бюллетени. Большинством голосов кандидатам от «Единой России» на должность председателя Совета депутатов был избран Владимир Ружицкий. Председатель Совета – это не более, чем ведущий или председатель на Совете, потому что депутаты все равны. Мы должны все понимать и знать, и этого всего придерживаться. Поэтому, я думаю, сообща многое у нас должно получиться. Алексей Абрамов, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.